добрый день друзья сегодня мы попробуем написать с вами деревенский пейзаж деревенский мотив на базе на основе фотоматериала я уже подобрал несколько картинок буду компилировать то есть не переводить буквально какую-то работу досконально а немножко сочинять потому что как правило картинки из интернета они страдают очень многим многими недостатками в живопись готовой картинке фотографии для переноса в живопись очень трудно найти трудно сфотографировать от фотографии в частности вот но не им фотографии в интернете их он их очень много от фотографий нам нужно только впечатление эмоции какие-то чтобы они пробудили какие-то эмоции был толчок желание написать картины картину по этим мотивам на фотографии вот прекрасная фотография она она вызывает эмоции природа лето дорожка но здесь перетемненные местам композиционные такие вот какие-то пятна которые нужно будет убирать то есть работа художника еще заключается в умении что-то заметить что-то убрать что-то привнести свое придумать придумать какую-то историю возможно в работе вот это не говоря о цвете как правило картин фото материал еще очень страдает холодными оттенками какими-то неживописными сочетаниями художник должен это уметь переложить на язык живописи я сегодня буду опираться сегодня буквально с утра полистал интернет выбрал несколько картинок вот мне понравилось вот этот вот вот этот домик тоже со своими недостатками здесь рыбий глаз очень заметен это явная фотография на телефон очень большие искажения в форме плюс цвет здесь не очень живописный также понравилась мне вот эта фотография две картинки и уже на их основе на впечатление от этих работ попытаемся вместе с вами создать уже самостоятельное художественное произведение небольшого размера с холстик 40 на 60 я буду максимально постараюсь максимально возможным образом комментировать все что я делаю показывать вот а вы будете повторять останавливайте на паузу видео не не торопитесь думаю за день за два у вас получится что-то похоже не хуже так кадми красный темный травяная больше изумруд бирюзовая да давайте знаете что вот рядом их поместим бирюзовая изумрудка нам нужно в летнем пейзаже всегда изумрудная краска хорошо идет умбра натуральная пригодится так что там сажа газовая также немножко можно чуть-чуть хотя можно без нее наверное да нет тут сажи так охра обязательно охра желтая крап лак для фиолетовых оттенков так английская красная но можно не обязательно ее можно коричневыми с красными мешать ну пускай будет них не хочется перегружать палитру красками по идее по идее можно основных несколько набросать а потом по по мере надобности добавлять какие-то уже экзотичные достаточно оттенки типа там всяких радских и так далее так желтый средний кадми так ранее живую наверно смешаем вместе две эти краски так fc конечно же нужно очень хорошая краска очень стабильная мешать можно с любыми красками не меняет ни цвета не тона ней не трескается с годами так белила конечно титановыми первый слой всегда на титане не знаю дойдет у нас дело до второго сеанса или нет постараемся в один сеанс это сделать так вот кадми лимонная тоже как холодная краска нужно чего еще так вот наверное еще кобальт синий средний для неба пока все что туда добавится буду озвучивать постараюсь максимально максимально патрон подробно освещать то что я делаю но конечно же будут ли какие-то пустоты пустые места когда я буду просто работать когда объяснение не будет требоваться так но заснято будет процесс будет наверно на 90 процентов то есть фильм будет длинный мудный ну что делать работа художника не всегда веселая не всегда яркая она такая много рутины так теперь важнейший момент на чем писать возьмем лак небольшое количество ты не знаю сколько здесь на 2 грамма 2 кубических сантиметра лака и процентов сейчас нужно размешать кстати лучше использовать скипидар а не white spirit white spirit плохо мешается с лаками с некоторыми лаками вообще не мешается вот сейчас я немножко его помешаю помешаю механически то есть лаки художественные лаки и разбавляются скипидарами пиненами так сказать очищенными скипидарами white spirit но у меня просто нет скипидара так вот примерно процентов наверное соотношение наверно 1 10 то есть 10 процентов лака приблизительно остальное white spirit вот на этом достаточно сухом и цепком веществе мы будем писать картину попробую может я в процессе что-нибудь добавлю сюда чтобы можно масло добавить что уже не так быстро будет цепляться то есть нужно немножко управлять процессом уметь управлять посмотрите мое видео о тройниках разбавитель масляной живописи вам так и называется вам возможно станет как кто в этом не понимает не разбирается станет все на место станет более понятным дальше так все уже все готово сейчас берем холстик и так делаем эскиз вот буквально делаем какую-нибудь клочку с относительно низким горизонтом чуть ниже середины линия горизонта вот этот домик у нас вот он не так сильно завален все можно менять так и здесь вот это богатая сирень заборчик тропиночка все это будем все для уже вот не знаю как как объяснить уже у меня в голове загорелось видение вот этой работы все композиция вот это даже можно уже выключать нам просто нужен нужны какие-то оттенки можно выключить работать чисто фантазийно но лучше оставить чтобы смотреть какие-то оттенки сочетания и не переносить их как я уже говорил буквально а немножко дорабатывать дорабатывать обогащать вот ну в частности вот смотрите это небо нам никуда не годится цвет вот этой дорожки тоже никуда не годится его нужно уживописивать как-то оживописить вот эти оттенки оттенки травы и так далее то есть вот это у нас как пособие толчок все основное остальное мы будем делать уже по ходу и так сейчас я для удобства поставлю камеру немножко чтобы видно было палитра и так начинаем так находим цвет неба палитра у меня под наклоном возможно краски будут течь но ничего страшного это для того чтобы лучше было видно на камеру так берем наверное кобальт да ну вот теперь что делаем важнейшим так это у нас соседи тут в офисе немножко работают немножко будет мешать ничего страшного что важно сейчас вспоминаем картины левитана там я не знаю коровина кого угодно но цвет отсюда не берем буквально здесь его нет мы берем основу как бы буквально берем изнутри у нас же жизненный опыт большой мы можем как вам сказать вспомнить хорошую живопись вот это очень важно хорошую живопись вот для это для того чтобы из вот этих сероватых оттенков не очень интересных вытянуть живопись живописную работу вот я беру чисто вот беру сейчас кобальт размешиваю с белилами и абсолютно не разбавляя краску тонким слоем короткими движениями разношу по холсту разносим свет у нас слева солнышко солнце точнее слева сзади за со заливом плечом левая часть будет светлее это важно правая немножко темнее вот можно правая часть поплотнее сделать кобальт это не не самая яркая краска то есть можно он например овца намного ярче можно чисто кобальт вместе с белилами и на охристом фоне уже он не будет не очень не такая яркая то есть помним что яркость это не очень хорошо в данном случае можно разносить и вот эту краску в чистом виде так там нас облака облака берем через наверное пробуем через ухру так охра не хватает немножко от цвет даем охры так вот берем в чистом виде кадми желтый розовый делаем мешаем через розовый чтоб не было зеленого с синим на домик залез движение короткие не нужно раскрашивать пока что может мы потом сравняем немного небо но пока что короткими движениями нам нужно чтобы поверхность на дышала как бы да важно сейчас не хватает фиолетового сделаем фиолетовый колер из краплака и небольшого количества фиолетовый колор из окна фиолетовый колор из окна фиолетовый колор из окна Ee 3 вот тени точнее тень облаков снизу нужно подбивать такими фиолетовыми те оттенками. Эти же фиолетовые оттенки хорошо смешивать с кобальтом. Еще раз обращу внимание, желтый с синим дает зеленый, и там, где они сопрягаются, лучше идти через какие-то розовые оттенки или ухристые. Да, снизу небо с бирюзой у нас. Можно смело забивать прямо там, где у нас кусты, мы все равно потом легко сотрем, с этого грунта краску тряпкой и добавим то, что нам нужно. Да, теперь можно сплавить немножко оттенки, также не вот так как-то растушевочками, а пока что обычной вот этой достаточно жесткой щетиной. Так, вот теперь возьмем строительную кисточку, она у вас также должна быть в арсенале, желательно. Обычная строительного магазина, недорогая кисточка. Ее перед работой желательно вот так обо что-нибудь, об угол стола отбить, отбить, чтобы она потеряла волоски лишние, новую кисть. Она у нас будет сегодня очень много работать. Пейзажа она очень востребована, ну и во многих других техниках. Так же, не длинными такими, а короткими ударами мы вбиваем краску. Вбиваем краску тонкими, уже смотрите, что происходит. Мы лишнюю краску, кстати, ее дам, желательно такими густыми густые мазки снять аккуратненько, чтобы не было зерна постараться. Вот чуть-чуть подснять лишнее. И теперь сухой кистью, сухой отжатой точнее, мы перебиваем вот эти оттенки, одновременно, кстати, убирая лишнее, небо желательно тонко, чтобы она была писанная, возможно, за исключением облаков, по облакам можно ударить еще краской пастозной. А здесь происходят такие очень нежные оттенки, сочетания. Когда краска тонкая, происходит эффект лессировки, прям по-сорому. То есть через один слой краски, через тонкий слой, видна другая краска. И это очень богато выглядит, то есть оттенки очень нежные. Так, сейчас я покажу крупный план. Да, край облаков желательно, чтобы он был такой жесткий, а теневая любит размытость. Это так называемые касания, касания в живописи, они предполагают, что во многих местах световая часть контрастна, жестко относится к своему фону, а теневая немножко подразмыта. Так картина смотрится достаточно гармонично. Так, пока оставляем небо. Пока оставим небо, все равно его придется подгонять в процессе. Поскольку тут изменится все окружение, возможно, придется тени добавлять или что-то еще. Пока переходим... Да, смотрите, что важно. Там, где будет сирень у нас и какие-то еще места, мы стараемся максимально снять краску, чтобы она поскорее подсохла и не мешала нам прокладывать верхние какие-то участки. Теперь, как правило, художники берут самые темные места сразу. Этот, может быть, немножко и нарушил хронологию ведения работы, методологию, так сказать. Нужно определиться, где самое темное место. Скорее всего, оно будет вот где-то под забором. Умброй можно набрать под забором вот здесь. Вот здесь под сиренью поставим. Просто умбру растираем. Умбра хорошая чем? Она быстро сохнет. Особенно летом. Особенно если ее немножко лаком развести. И уже по этой умбре можно писать уже через час какой-то, без смешивания. Вот. И зачем вот эта темнота нужна была? С этой темнотой, как с камертоном, мы будем сравнивать, и уже все оставшееся будет все светлее и светлее и светлее. Вот это самое темное место, самое светлое, возможно, в какой-то участок облачко будет. И между ними нужно вписать все остальные краски. Так, сейчас построим быстренько домик. Сделаем теплую коричневую из краплака, одной части краплака и такой же части травяной. Немножко добавим. Вот. Один к одному. Получается отличный коричневый аналог Марса коричневого прозрачного, которого у меня сейчас нету. Закончился. Но это не хуже краска. Она и красивая, и кроющая, в отличие от Марса, более кроющая и не так быстро сохнет, что тоже иногда удобно. Так, берем. Кисти самые обыкновенные. Абсолютно обычные щетины. И нам понадобится, что еще из экзотики, так сказать. Ну, не экзотики, я не знаю. Обычная мягкая синтетика, плоская. Вот она понадобится, например, крыши какие-то, участки вести. Такие кисти. И, возможно, какой-нибудь лайнер или какая-то тонкая кисточка. Все. Все остальное обычные кисти. Ну и, собственно, вот это очень важно для пейзажа. Строительная кисть с длинной щетиной. С такой не очень собранной, растрепанной. Так, домик. Да, вот можно замешать оранжевый, красный. Немножко красного и желтого. Так. Вот берем вот этот коричневый колер с вот этим оранжевым колером. Красненького добавляем. Любой предмет начинается с теневых. Вот у нас тень здесь теплая под коньком крыши. Вот под вот этим местом тоже теплая. Поскольку рефлексы будут зажигать теплом. А тени, которые обращены к небу, они уже голубые, конечно же. Так. Так. Так, что-то повыше немножко. Да, всегда полезно планы показывать. Я вот за этим домом выведу какое-нибудь деревце. Пускай подсыхает место. То есть там будет у меня дерево какое-то. Когда пересекаются планы, например, вот этот куст пересекает дом, дом закрывает дерево, дерево закрывает небо, так возникает пространство. Это общеизвестный факт. Так, мешаем фронтон. Непринципиально точное попадание в оттенок. Можно немножко... Тонально очень важно. Цветной оттенок непринципиален. Плюс-минус можно. Вот тут такой сероватый какой-то. Серость нам дает умбра. Вот этот скат мы тоже сделаем серым каким-нибудь. Тоже пока что умбра. Да, берем темнее. Поскольку мы пойдем на осветление, вот здесь важно взять потемнее. Краску я не разбавляю почти что. Пока. Так, все же нужна оранжевая краска. Пойду за оранжевую. Так, вот у нас кадмия оранжевая. Так, вот это у нас попалась круглая кисть. Можно плоскими кистями, не принципиально. Чем работать? Щетинка. Так, дальше. Это часть улицы. Вот здесь можно разбавить умбрус. Немножко с зеленым. Немножко с синим или же с изумрудкой. Забиваем тени сначала. Зелень у нас должна быть разная. Ну вот, например, тут таким путем пошли. Здесь вот, например, через вот такое сочетание лимонки, синий и умбры. То есть зелень должна быть разнообразной. Чем дальше, с каждым метром, пять метров, десять метров тени светлеют немножко. Это нужно учитывать. То есть воздух у нас все съедает. Возникает так называемая воздушная перспектива. Кто-то называет ее тональной перспективой. Например, дальники, уже вот дальние тени, там будут такие с явным голубым оттеночком. В данном случае с голубым не всегда воздух дает голубой оттенок. Он, например, на закате вечером, когда пыль поднята, он может дать охристые оттенки. В снежную бурю серые оттенки, молочные какие-то, и так далее. То есть, когда просто летний денек, воздух у нас немножко кислород голубит, так немного, и соответственно, как фильтры с каждым десятком метров, с каждой сотней метров, чем дальше, тем дольше это влияние. Особенно это хорошо в горах чувствуется влияние вот этого воздуха. Так, тут я уже сочиняю пока что. Такие беру оттеночки произвольные. И вот сравниваю с этим тоном по тональности и по температуре. Чуть-чуть холоднее, чуть-чуть светлее. Дальше цвет травы. Вот берем лимоночку, можно fc немножко. Сюда. Вот там дальник вот этот, который на солнце попадает. Вот у нас будет тень от вот этого массива. Здесь у меня будет свет. Да, свет. Вот здесь будет свет. Но под вот этот свет... Да, смотрите, что важно. Не пишем пока что траву вот эту. Вот она, травка наша. Ни к чему ее пока выписывать. Мы пока берем обобщенно. Потом будет все, и травка появится. Пока мазком. Вот так вот охры немножко добавим. Смотрите, вот этот цвет очень яркий. Пока лучше немножко через охру чуть-чуть успокоить, а потом какие-то оттеночки добавим яркие. Вот охра, лимонка и капля изумрудки. Капелька, капелька. Совсем немножко. Так же короткими движениями. В данном случае круглая кисть. Так, вот здесь у меня будет тень от этого массива, тень от этого массива. Здесь будет для разнообразия разбито солнышком с солнечным пятном. Так, что дальше? Да, цвет земли. Цвет земли на солнце обычно берут, ну я беру точнее охра по-разному. Каждый художник берет охра, краплак и можно немножко сажи или тоже умбры добавить. Вот что-то вот такое. Легкая сиреневость нужна. Ее прокладываем первую, потом будет травой подбито. Вытоптанной земли в деревне много. Тут ее немного на картинках. Вот прокладываем вот эти оттеночки. Где-то больше охра, где-то меньше, где-то умбры больше или сажи. Вот если тень у меня попадет, тут будет сажа, наверное, и даже фиолетовый оттеночек. Вот тут в тени. Звулку С так тень травы сначала смотрите теневые в траве ну чем возьмем почти безбелива можно взять травяную с умброй особенно у забора вот этого потемнее так вот наверно через изумрудку охру травяную и умбру пока положим вот такие достаточно темные участки травы когда все забьется и исчезнет грунт все станет на свои места потом пойдет тонкая подгонка и уже будем видеть объективно все участки и поймем в какую сторону вести работу утеплять усветлять опять же не переносим вот здесь он очень бедная бедная зелень она не годится на в живопись немножко сочиняем оттенки кстати достаточно случайно можно оттенки брать я тороплюсь особо не думаю вот беру какие-то случайные перебираю точнее случайным образом пытаюсь обогатить вот эти вот в этой сплошной зелени где почти нет оттенков есть но они тут и очень тонкие едва заметны я немного как бы так хулиганю пытаюсь добавить попробовать чтобы вот если вот красненького добавить отлично зашло зашел и красненький или там например березы вот попробуем берешь даже бирюза пошла так дальше вот этот забор у нас пойдет вот так помним воздушный петус и линейную перспективу вот у нас заборчик если он прямой что в россии в русских деревнях редкость он уйдет это в точку на горизонте точно так же как все вот эти вот эти линии но то не буду сегодня понимать эту тему без перспективы без знания перспективы работать нельзя многие пытаются годами работать без знания перспективы это очень плохо это всегда чувствуется так забор заборчик у нас убра наверное в основе убра ленинградская кстати она очень красиво особенно для фонов каких-то так убра что еще какие-то случайные краски можно подмешивать вот этот фиолетовый колер без белил можно использовать вместо черной будет цветной черный можно там подмешивать что-то измрудку какую-то будут хорошие такие оттенки то есть черная краска не всегда обязательно так вот здесь у нас массив зеленый одного цвета а 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 так а вот затоптали этот участок да смотрим всегда на баланс когда картина такая ну фантазийная относительно смотрим на балансы темного светла светлых участков желательно чтобы было больше то есть светлых относительно темных ну процентов так хорошо отношения 70 к 30 30 темных тогда картина не будет давить на зрителя она будет светлая но без темных конечно участков картину тоже не построишь на одних светлых как это касается как светлых и то есть темного и холодного на одних холодных тоже не построишь картину и так далее так дальше смотрите смотрите краски я кладу достаточно ну не то что густо но веществу есть мне нужно еще вот так вот подснимать это опять же для того чтобы можно было через какое-то время работать уже идти работу на высветление без смешивания то есть вот так аккуратненько ножиком снимаем лишнее с теневых то есть есть такой закон ну закон не закон но как бы правило которого многие художники придерживаются темное пишется тонко промежуточные полутеневые тоже тонко а свет уже можно как писать постозно также и тонко вот но тени как правило тонко почему чтобы было впечатление что это внутренняя тень что она далеко а свет уже ближе то есть это опять же для иллюзии материальности так дальше так тут у нас заборчик такой да сначала вот смотрите прежде чем писать забор нужно написать то что за забором темноту раскидать вот у нас забор опять же пойдет наша улочка деревенская опять же у нее точка схода есть и вот его забора вот пишем кладем умбру возможно с лаком вот и когда она подсохнет мы по этому темному уже проложим реечки вот эти вот уже без смешивания штакетник вот вот можно кстати мягкой кистью вот если царапки вот эти остаются мягкой кистью загладить выбрать лишнее синтетикой чтобы она быстрее подсохла и не было вот этих царапок так дальше так вот здесь у забора теней подложим так вот я не придумал что там будет дальше так можно какую березку сюда разрубить немножко это пространство попробовать так травяная умбра тени сначала проложим березочку какую-нибудь вот бачком обычной щетинки важен контур у любого дерева вообще у любых предметов контур это важнейшая одна из важнейших характеристик у березки чисто свой контур его нужно попытаться повторить вот они такие рваненькие так так вот таких голубых оттенков можно внести туда для пространства да да не пишем очень уж пестро ярко точнее немножко вот я для этого кстати не всегда вытираю кисть чтобы вот в этих захватах краски чистой краски были легкие примеси загрязнения какого-то то есть ну иначе на одних чистых оттенках конечно же работы не построишь итак продолжаем тут я немножко поменял позицию встал так снимаем лишнее так вот вот я уже сиреневый немножко начал владеть тени можно немножко растушевать чуть-чуть да и полезно еще миксировать оттенки смотрите тут краски достаточно чистые звонкие можно немножко какой-либо кисточкой чуть-чуть подгрязнить их я вот даже когда работаю я не всегда вытираю кисть беру другой оттенок специально чтобы были вот такие грязноватые связи живописные то есть яркий цвет не везде нужен он конечно на солнце высветит нам сирень высветит но все на одних ярких красках не построишь это очень важно то есть какие-то полутона вводить в живопись вот объединяем берем коричневый как с палитры сюда 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 для связей вот немая кисть можно взять еще краски какие-то оттенки добавить добавить так моем кисточку если нужно яркие какие-то краски показывать вот еще оттенки всякие более более неопределенные я случайным образом перебираю но не совсем случайно я знаю как ведут себя смеси красок здесь вот через умбру попытался какие-то более богатые оттенки показать так так вот у нас основной этап завершен практически то есть мы забили тонально забили забили поверхность холста показали основные массивы теней вот и теперь уже идем как бы на уточнение и на высветление на деталировку сейчас я немножко поверну камеру бликует так сейчас попробую снять тряпочкой лишнюю краску с теней особенно теневым нужна вот эта процедура если вы краску ничем не разбавляли таким жидким жирным у вас снимется качественно то есть не появится белых таких точек грунта так теперь опять можно по небу пройтись облачка немножко показать практически белилами едва окрашенными теплым вот этим местам которые обращены у нас к левой стороне то есть почти слева немножко слева сзади у нас солнце вот здесь можно относительно густо писать класть краску краски крупный план попробую показать вот уже можно работать с этой краской она пластичная стала нам помогает очень помогает не знаю, насколько это видно цвет охристоцвен грунта он как бы чуть-чуть теплом светит вот даже можно вот таких горячих оттенков как только на горизонте появляются вот такие оттенки, они показывают что уже дело к вечеру и на улице тепло чуть-чуть растушевываем нижнюю часть неба прекрасно растушевывает вот такие мягкие кистья синтетики плоские так можно немножко успокоить теневые так там мы построим какие-нибудь крыши пока что покажем так вот у нас одна крыши так 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 вот здесь то есть покажем деревню вот еще одна крыша у нас будет любыми оттенками такими светлыми плоская синтетика вот она так кладет красочку под углом намек на скат крыши так пора уже вот эту крышу объяснять берем что-нибудь тепленькое такое и уже уточняем с легким серым оттенком что-то коричнево-то серое дерево выгоревшие на солнце но серый оттенок имеет иногда зеленый зеленоватый так берем густую краску идем на высветление кладем по вот этой по предварительной нашей краски более темной идем на высветление вот так скидываем ее так чтобы она немножко рвалась чтобы через вот это через этот рваный мазок был виден темная была видна темная краска так вот сюда можно зеленые оттенки вводить крыша вот в данном случае шифер как и деревянная крыша со временем порастает такими мхом что ли я не знаю таким зеленым оттеночком на солнце или в мокрую погоду во влажную то это очень хорошо заметно бывает что коричневатые зеленые оттенки можно выносить так немножко добавляем темноты не хватило здесь намек на окошко окошко у нас пойдет не вот она средняя часть серединная линия вот продолжаем вот эту вот эту вот она здесь и вот так вот она серединная линия по серединке можно намекнуть на чердачное окошко так примерно так сразу вместо под трубу берем что-то такое сочное сначала оранжево-коричневая отходим почаще не забываем отходить смотреть на общее впечатление на собранность так сказать всей работы так вот такие же светлые теплые можно зеленым оттенком доски пока показываем кисточка плоская мягкая держим практически лежа относительно поверхности холста и без давления скидываем краску вот так вот вот чтобы была рванность вот рефлекс у нас теплая потом какими-то карандашиком можно разделить на доски у нас достается первая краска вот эта темная можно вообще даже рисовать акварельными карандашиками немножко оставляют свою краску вот разделим вот якобы это что-то деревянное может быть крыша такое тоже до сих пор бывает в руси на северах прищуриваемся проверяем на цена на тональности тут даже не хватает света иногда бывает бликует доски можно немножко добавить светлого не обязательно только теплыми красками на хоть и солнце она и уявляет и холодные оттенки это вот частая ошибка когда свет солнца пишут только теплыми красками преимущественно но нужно немножко добавлять или нейтральных и холодных то есть они будут поддерживать поддерживать тепло холодные оттенки поддерживают теплые когда они рядом лежат тогда холодные оттенки заставляют светиться теплое это то же самое такие вот правила как контрастным выделяем светлое светлое смотрится рядом с темным то же самое хотят теплое смотрится рядом с холодным и наоборот так вот обогащаем немножко крышу но долго не застреваем на одном участке переходим к другим вот кстати желательно контрастным поработали с красным приходим на зеленое с темным поработали потом к светлому так далее мы даем тем самым отдыхать глазу глаз не замыливается и работа растет цельно так кирпичики у нас у христа оранжевые так попробуем забор уже так проверяем точку схода примерно вот так вот так бра в основе бра бра с желтыми оттенками недомешанную не до них не домешиваете цвета вот если видите я быстро раз-два все нужно к этой недомешанности точно так же без давления скидываем вот эти штакетники что это что это штакетник и сравниваем краску с белилами вот это самая полезная такая одна из полезнейших полезных приемов что ли сравнивать и смотреть ляжет или нет точнее ну насколько вот я с белилами с вами может ли быть такая вот доска на солнце да может тонально близко к белил не такая не темная какая-то вот вот именно такая может быть даже светлее немножко может быть на некоторых участках и и оттенки придумаем вот ну она рядом тут у нас вырастет сирень мы и сирене вводим немножко и сюда и сюда то есть оттенков даем связываем сшиваем так сказать такими цветными связями сшиваем пространство вот прям можно сюда да к тому же тут может тут влияние вот здесь вот на этом фронтоне большее влияние солнца тут меньше хотя и сюда она попадает но тут мы могут быть и холодные оттенки такие небесные можно кое-где прям кобальтом вот этим нашим голубым пройтись так сейчас пора уже каких-то сиреневых сирени добавить сильных красок так ну тоже наверное вот с круглой кистью так смотрим хватит ли нам этой краски нет немножко не хватает силы берем органику если сейчас я принесу розовую вот у нас розовая органика 213 гамма хорошая розовый цвет но недостаток то что тут не светостойки и поэтому мне придется закрывать картину со временем а лаком с ультрафиолетовым фильтром чтобы она не выцвела вот берем не мешаем ее с сердце голубой у нас получается такой мощный фиолетовый оттенок даже возможно мощнее чем нужно в данной в данном ну в данной системе координат так сказать может быть выбиваться немножко вот краска у нас здесь выбрана тряпочкой поэтому она не сильно смешивается с фоновой вот я не к я разумеется не не рисую никакой сирене я просто оставляю мазки вот пока что это было без белил сейчас с белилами тоже можно погуще ее брать оставлять вот такие на шлепочки сейчас я чуть крупнее покажу вот так вот да естественно не каким-то шариком там мы стараемся повторить форму куста сирени вот здесь он такой у него контур такой вот он здесь здесь провальчик такой дальше так 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 то есть это не просто шарик не забываемся и пишем как бы форму контур куста вот этого шарик нам не нужен такой лохматый шарик это плохо да не забываем сразу о левой стороне вот тут у нас как бы здесь почти одинаковая сирена все же тут чувствуется белый куст сиреневый опять белый опять например сиреневый то есть нужно разграничить их разделить как то вот у нас тут у меня сиреневый будет беру даже зеленых оттенков вот в этот это для тени для теневых так сюда наверно так сюда наверно так сюда наверно так и световые вот они более теплые относительно теневых то есть больше вот этого розового больше процентов а белая сирень просто больше белого в этот же оттенок в этот же оттенок вот эта краска цепляет немножко зеленые зеленые краски которые снизу это неплохо но на разумного предела вот она еще вот сейчас рисует, рисует, рисует и все, перестает она уже коричневый оттенок нужно менять тогда вытираешь немножко кисточку и берешь уже свежую порцию чистой краски опять то же самое вот она рисует, 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 рисует потом набирает зеленых оттенков как бы уже ненужные пошли оттенки уже скорее грязно-зеленые все точно так же раз вытираем берем новую порцию краски подбираем зеленый цвет он самый сложный считается так же вот можно штриховочкой или вот так скидывать краску я смотрю насквозь я не рисую форму листьев просто оставляю мазки мазочки краски из которых зритель уже должен собрать кусты там сирень предметы и так далее вот может быть на переднем плане что-то стоит выписать мелкой кистью но пока только цвет цвет я смотрю во всех видео на всех своих занятиях пропагандирую взгляд через работу пока ты собираешь пока работаешь с цветом смотреть за картину расфокусированным взглядом и тогда тебя не волнует абсолютно легкое несовершенство укладки да даже не легкое такое просто несовершенство укладки и ты видишь только цвет у тебя пространство ты работаешь с цветом с тональностями у тебя работа ведется грамотно по крайней мере первое время потом можно включать зрение поправлять делать детали делать листики смотрите что я так же миксирую пятнышками такими краску нанесенную вот миксирую для получения оттенков так вот немножко глубины вот здесь не хватило на переднем плане берем прям сажу лимон изумрудку сейчас нужно поджать немножко поджали поджали аккуратненько сняли лишнее чтобы не лезло теневое так уже можно вот этот заборчик немного он в тени и он будет преимущественно холодным нейтральным или холодным пробуем умбру да вот кстати уже немножко связалась вот эта умбарочка мы брали на умбре она уже чуть-чуть чувствуется цепляет краску за какой-то час да меньше наверное и она уже вязкая стала вот так вытягиваем можно вот так тоже можно под наклончиком хорошо в русской деревне чем она хороша что она слегка разваливается старенькая тема мила новый забор некрасиво так прочерчиваем вот эти наш первоначальный цвет добываем вот и вносим какие-то оттенки возможно зеленые возможно кстати и теплых рефлексов вот эта вот эта часть вот этот дом может дать на забор местами теплый оттенок теплый рефлекс так называем вот можно даже теплых вот этих вот зеленых оттеночков чуть-чуть дать но преимущественно все же холодно это вот должны быть вот то есть этот забор эти доски будут теплее вот эти вот этих бирюзу не забываем бирюза с серым очень хорошо котируется очень точнее с серыми оттенками очень востребовано в живописи вот эти бирюзовые оттенки вот забили тень достали или нарисовали взяли да нарисовали так вот это место можно забить зеленью берем эту строительную кисть вот она уже старая такая растрепанная берем также холодных зеленых кладем также вот тенево в тени вот эти вот травка будет у забора холодненькой вот можно через бирюзу через изумрудку через травяную как более теплую но все же холодную краску вот так едва касаясь мы делаем иллюзию прокручиваем смотрите что важно не просто молотим будет заштамповка так называемая берем чуть-чуть прокручиваем ее и разным степенем давления скидываем краску и получается неповторимая незаштампованная иллюзия травы идем только на высветление смотрите вот я прошелся по темному более светлым сейчас можно еще более светлым в тени тоже может бликовать травка бликовать небесными оттеночками то есть достаточно светлыми можно и голубого взять вот этого смотрите что еще вот этой чистой краской уже пора может быть местами поднять травку вот эту краску вот я помыл немножко кисточку отмыл вот мы поднимаем светлые светлые краски на темное вот так я не знаю заметно это или нет вот такая сейчас попробую показать поближе вот поднимается так называемые контрасты контрасты это всегда хорошо когда светлые поднимается на темное темное поднимается на светлое берем темную краску так на светлые это опять же к связи так связываются пространства связываются планы ближние средние дальние вот так легенькими такими ухристами не очень чистыми оттенками это все же не весна хотя точнее это весна но все равно не очень яркими оттенками ярким у нас будет вот это вот здесь участки какие-то то есть мы всегда вот как свет по ученикам своим сужу они все время стремятся максимально светлое сделать картину часто такое бывает кажется что красивее будет нет какого не бывает нужно на средних тонах работать то есть мы как свет экономим светлые места чтобы зажечь кое-где так и яркие места нужно экономить то есть процентов 80 процентов картины должно быть написано таким более-менее с ближными красками не очень а где-то зажечь хорошим чистым цветом как вот эту сирень например вот этот куст или вот участок вот здесь вот или вот этот вот достаточно вот нам все солнце даст вот этот участок вполне тут можно более сдержанно написать сдержанными красками то есть слегка экономим да вот можно вот этой растрепочкой поработать в качестве листиков ну то есть вот здесь я на этом участке проходился мазком тут можно вот так пройтись за листья показать только не забивать тень полностью вот это важно иначе пропадает материальность вот эта чернота она должна местами быть видна так полутона прошлись свет свет берем ну такой теплый какой-нибудь оттеночек вот так так подбираем зеленый зеленый зеленому розни каждой картине каждому участку свой зеленый он сложный подбираем вот так вот наверное и опять же не пестрим не делаем шарик мохнатый а какую-то форму стараемся подчеркнуть характер куста так тут какое-то дерево набираем тоже ну немножко желательно чтобы вот эта зелень была отличалась берем например холоднее немножко тени взять так холоднее и темнее внутри вот здесь а вот травяная например она травяную пустить так пробуем травяную разбили с ним и немножко для тепла желтой лимонки например вот так и потом уже бликующие почти белило теплое белило то есть ну лимоночка относительно теплая краска вот так то есть вот вот эти зеленые должны быть разными вот краску смотрите здесь краски достаточно много я беру ну относительно много вот на камеру не знаю видно или нет не очень много чтобы на шлепке такие были ну вот вещество должно быть и по тонкой по тонкой писанной краске тут у нас теневые относительно тонко было написано она хорошо скидывается без каких-то смешиваний ненужных так про березку мы забыли можно ну какой у нас там весной березка тоже яркая достаточно вот вот как вариант вот так вот положить кисть набрать на кисть и вот такой нашлепочкой левую часть вот можно охры немножко попробовать да вот и охра хорошо смотрит стволик мы потом приделаем хотя можно и сразу было сделать так 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 сейчас попробую вот этой же кистью сирень набрать может она более качественно проложит ну да можно было и такой кистью все это делать главное не перебарщить чтобы она тут тени свои не потеряла и уже не казалось совсем совсем уже пушистой пол BY в есть запelt а еще ну не но и Да, вот для вот этого размера хорошо подходит вот эта вот кисть. Старенькая, растрепанная, строительная кисть с длинной щетинкой. Креплачка немножко для разнообразия. Да, вот этот у нас теплее относительно этих цветов. Так, устали глаза от этого цвета, немножко зелененького пошли. Точно так же можно поднять вот эту травку. Вот такими неконтрастными, мягкими движениями поднять травочку, чтобы она нам не пестрела. Кисть я постоянно вытираю. Нужна она, чтобы была чистой и пустой, чтобы она еще выбирала лишнее. Много вещества нам тут не нужно, по крайней мере вот здесь. Да, можно каких-нибудь цветочков намек сделать в тени, ну холодненьких каких-нибудь. Так, видно, нет. А на свету можно тепленьких таких. Зеленовато-желтых, что ли. Вот тут уже почти белило. Рядышком-рядышком с белилами. Да, кстати, весной вот это желтые какие-то там эти цветут. Дуванчики. Если свет очень активный, если не боитесь желтого, можно и желтый написать. Желтый, но он очень активный. Не знаю, он не всегда подходит. Может разрушить гармоничность участка. Вот, давай. Это кадмий желтый средний, по-моему, в чистом виде. Ну вот, кое-где можно посадить. Лишнее потом уберем. Нам на самом деле пестрота не нужна. Тут уже чуть-чуть пестрит участок, начинает. Да, вот эти ромашки, они грубками растут. Тут можно на дальнем плане немножко посадить группу одуванчиков. Так, заборчик там какой-нибудь. А, березка. Березка у нас тепленькая. Так, ну вот, прокладываем. Просто что-нибудь охристое. На тон, скорее обращай внимание, чем на температуру охристое. Грязно охристое. Можно внизу зелененьким оттенком. Так, и очень важно, куда ее посадить. Чтоб она была на своей точке опоры. Вот, можно тень. Приделать к ней. Вот, можно взять тонкую кисть. Я это делаю уголочком плоской кисти. Но это с опытом, я чувствую кончик. А вы возьмите обычную. Вот, хорошие кисточки. Эти кисти, это кисти, на самом деле, дефицитные, такие вот тонкие кисти. Это кисти для ногтей. Я покупал через интернет. Очень стойкие, хорошо держат форму. Есть очень длинные такие. Вот, есть покороче. Так, что еще? Вот, на умбре. Умборочку можно взять сюда и какие-то более коричневые ветки нарисовать. У той же сирени или вот у этого деревца. Вот образ с охрой, с белилами. Как бы световые такие вот веточки, которые на свету. Так, левая часть у нас отстает. Сейчас будем с левой частью работать. А, да, пока не забыл. Важный момент. Вот здесь вот эти места под травкой, там, где земля, нужно выделять. Выделять тенью. Ну, что-то берем темненькое. Умбра. Там, я не знаю, зеленого даже можно захватить. Вот. Вот я об этом. Посадить травку на землю. Там будет теневая часть. Вот здесь будет. Вот здесь, здесь, здесь. Так, и чуть-чуть можно выделить землю. Тут близко к белилам. Теплое такое, охристо-розовое. Вот там же вогнутые, как бы протоптанные дорожки. Они, вот если они вогнутые, вот эта часть, правая в данном случае, будет ловить больше света от солнца. И она будет светлее и теплее. Вот это нужно чуть-чуть показывать. Вот так, мазочка. Наш мозг там соединит, придумает сам. Разберется точнее, что мы хотели этим сказать. Вот я ножикам привык, особенно на своих грунтах, и на них это очень удобно делать, снимать лишнее. Тут тоже можно аккуратненько подснимать лишнее. Лишнюю краску. Лишнюю краску. Лишню краску. А, иди сюда. 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 Рiban. Сюда. А, иди сюда. Законик. Сюда. еще по сирене. Не забываем про зелень. Тут вот нависают красиво ветки над забором. Тоже можно показать. Вот сначала теневую часть, я кстати двумя сторонами беру. Можно взять теневую, чтобы не чистить кисть, теневую одной стороной, а второй стороной уже накладывать на теневую краску свет. Вот тут почти белило, ну не почти белило, но близко к белилам голубовато-бирюзовые рефлексы неба на листьях. Так, а вот тут по верхушкам конечно же будет солнце, светлые и теплые краски, желтые. Вот если мешать изумрудку с лимонной ладогой, получается очень чистый такой салатовый цвет, очень солнечный. так, сюда дадим зеленого, то здесь только фиолетовые краски. чуть-чуть можно разбавить зелеными. Их, здорово! моё время изумрудку с лимонной 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 лимонной. Ну и я где-то, по-мечnellому, на Калпи. Что Britain? Принчал. Что-то, это, что-то. Что-то, что-то. Рис-то. сейчас я пробую так немножко припудрить то что я набрал краску немножко обогатить пустой обогатить по верху укладку пустой кистью опять же вот этой строительной кисточкой сухой я немножко вот попробую пробуй чуть-чуть вот без перебора очень важно иначе все забьется чуть-чуть вот звездочки вот эти чтоб появились пудрочка такая цветная светлая на темном и наоборот в природе много-много этих пикселей так сказать не знаю как это объяснить но тут появляется воздух но очень важно вот деликатность иначе быстренько все же объем будет совсем уже не читаться нужно только вот это вот уложить нашу красочку вот укладываем краску в такую мерцание какой-то я не знаю в общем такая текстурка должна быть мягенькая так березка у нас висят можно так протягивать протяжно немножко и и про протяжным мазочком по и папой чтобы не повесь повисли маски краски вот где-то темным светлым но преимущественно со светлого на темного на темное заходим создаем вот эту пудру пудру краски мерцание вот тем самым переносим объединяем цвет объединяем картину но в одну гамму вот этим легким-легким переносом краски так намек на окошко там где-нибудь по углам особо ничего не нужно выписывать поэтому так схематично очень цветом нарисовали и прикрыли листиком так теперь теперь можно я не знаю что придумать можно курочек каких-то берем тряпочку да не тряпочку сначала можно карандашиком нарисовать их ну вот например на переднем плане беленьких курочек беленькие хорошо всегда смотрится на на зелени на этой так вот вот сюда точка опоры всегда нужно смотреть ромбики нам нужно такие вот если на клюет там что-то клюет вот так вот ромбик 1 дальше вот вторая подружка какая-нибудь тут у нее будет так 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 вот так здесь потом а в тени все вот очень хорошо для контраста поставить курочку на тень на темная то есть светлая на темно так раз два три ну тут какой-нибудь можно сделать целое стадо небольшое пускай будет так и коню петушка можно так куда-нибудь вот на это неопределенное место можно его прикрыть вот петушка переметь хвостик вот так потом вот эти ромбики вытереть тряпкой так вытерли и теперь уже сюда какой-нибудь ну щетиночкой кругленькой кисточкой вкладываем краску так в тени они будут такие фиолетово-зеленые с нижней части вот смотрим они ну если она белая корочка она будет забирать вот эти оттенки зеленые в тени в более фиолетовая она будет подвержена рефлексом неба так а сверху белая белая сухой наверное вот очищаем кисточку такой почти белила пробуем а 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 так и втираем одну краску в другую также пустой кисточкой от сжатой а 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 Я потом буду немножко уточнять. Муштабель, наверное, повешу. Так, петушок у нас белый. Жалко белый. Поленился тут еще каких-то можно было поискать петушков с другими оттенками, но не принципиально. Так, в тени гребешки будут кадмий красный темный скорее. Даже можно с карплаком. Можно цыплят нарисовать, если делать нечего. Тут желтеньких таких для, так сказать, идиллии деревенской. Так, и теперь очень важно тени показать. Тени. Вот куриц, их длину, их тональность. Так, 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 у нас тут температура. Она будет темная, в меру холодная. И не очень длинная. Солнце такое достаточно высокое, то есть еще не вечернее. Тени, соответственно, такие вот не очень длинные. Что-то вот такое неопределенно темное, но не очень холодное. Конечно, не синее. Такое вот. Вот так можно кисточку, ну, точнее представить, как она. Солнечный луч идет достаточно высокий. Ну, под 45, наверное. Вот она, вот где от хвостика, где она закончится. Вот где-то здесь у этой курицы. У этой курицы вот хвостик откинует. Прямо до сюда будет тоненькая тень. Вот и под ней такая. Вот. У петушка тут тоже самое тень вот здесь. У этих куриц солнце, например, не попадает, но все равно легкая тень будет такая коричневатая на земле или в траве. Все-таки они тоже дают тень от неба. Не дают пропускать, не полностью пропускают свет. Под ними тоже легкая будет тень. Должна быть. Так. Так. И перебиваем тень, как обычно, вот этой вот травкой контрастной, светлой. Так, отходим, смотрим. Теперь оттенок куриц бы нужно поправить. Они не могут быть такими бледными. Вот. Можно фиолетовых оттенков вывести, чистых таких. Тонкими слоями стараемся писать. Вот так. Также пустые кисточки я выбираю, выбираю оттенки. Выбираю краску, и появляются оттенки. В данном случае вот нам нужны такие грязноватые, чтобы они связывались со всем окружением. Чтобы курица не была белым объектом, аппликацией, нужно связать краски. Зеленые добавить. Вот тут контраст можно поставить за курицей. Свили. Кулак Soviets. Кулаковаmans. Курица. Ри. Курица. Армурс Theresa. Корр. Кулакова. Кулакова. Так, пускай краска остановится на этих курочках, я еще к ним вернусь. Так, опять поработать с поверхностью, земля это очень непросто, вытоптанная земля, травы просто рисуются, а вот с вытоптанной землей нужно работать, вот соединять, как я уже тут начал соединять, не закончил, немножко вот эти соединения сделать. Вот они, о чем я говорю, вот травка светлая, вот земля, они соединены такими темными местами, то есть тенями, маленькие-маленькие, где-то больше, где-то меньше, вот они. Их нужно показывать, иначе это будет оторвано друг от друга, ну, точнее, слишком мягко, вот как здесь, непонятно, где земля, где трава, как она тут появилась, то есть ее нужно чуть-чуть посадить на тенек, вот такое. Оттенки уже нужно подбирать. Они могут быть как зелеными, так коричневыми, так и нейтральными какими-то. Так, дальний план работаем. Прищуриваемся, смотрим, вот не хватает тональности, света, точнее, на вот этих крышах. Добавляем. Продолжение следует... Да, вот так можно по земле пройтись, опять же, вот этот способ плоской кисти, густую краску, какими-то, вот обогатить, ну, такими микропятнышками, что ли, не знаю, как это передать, но это тоже хорошо. То есть не просто мазок, ну, где-то и мазок оставим, ну, вот нужно еще желательно какую-то рябь природную передать. Знаешь, не везде равномерное, где-то больше горит, где-то меньше участочек, где-то камушек лежит, где-то ямочка маленькая. Так, домик опять вернулись, возвращаемся. Вот тут тепла подкладываем, на картинке этого нету почти, но вообще-то фотография неплохая, взял этот теплый рефлекс. Тень окрашивание теплое, ну, не холодное, по крайней мере, не синее, не фиолетовое, потому что вот этот вот цвет, вот я его зажигаю, утрирую этот цвет, я вот прям оранжевых, красно-оранжевых оттенков даю. Это у нас отражение вот этого, от дорожки, от вот этого конька, от всего, от вот этих досок теплого солнца, то есть как от зеркала такого своеобразного отражается свет. Вот краска уже к этому часу, так сказать, вязкая. Более-менее удобно работать, становится. Так, за трубой тень забыли. Вот эта тень может быть очень холодной, сине-фиолетовый, что ли, прям синяя берем. А тут уже влияние неба большое, на этот участок тень. На этот участок тени неба практически не влияет. На этот участок тень, да. Не itu человеко. Ты не можешь купить тебя. Понимая меня. С Яюно-эoi. Ваβα. Убropy. так тут я хотел дерево показать но можно чуть-чуть хотя может и не надо до участок темно не охота если бы у нас большой был участок неба можно было связать пространство не буду этого делать пока что так опять к небу возвращаемся по небу немножко можно теплых рефлексов на облака снизу дать облака проплывают над лесами полями и солнце может иногда отразиться в нижнюю часть облака каким-то теплом вот можно отсюда брать фиолетовые оттенки так можно немножко почистить палитру так а 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 Продолжение следует... Вот еще раз зажигаю облака. Кальмия желтая, светлая, кажется, или средняя. Но так важно. Так, вот она немножко резкая стала краска. Можно чуть-чуть ее на облаках успокоить. Плоской кистью чуть-чуть растушевать. Можно одно направление какое-то дать. Можно как от солнца. Тоже так хорошо свет показывают. Можно так вот здесь удобнее. Мне под руку, под таким направлением, чуть-чуть выгладить. Но мазок полностью не убирать. Это важно. То есть нам нужно оставить рукотворность какую-то, чтобы видно было, что это все-таки работа художника, а не... Ну, что это живопись настоящая, более-менее. Спасибо. 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 И потом можно еще раз добавить светленького. Не рисуем облачка, вот эти там барашки всякие. Это у нас второстепенное цветом. Берем цветом, впечатлением. У нас первостепенная вот эта улочка. Домик какой куры. Это уже второстепенно. Не нужно очень сильно детализировать небо. Вот можно бирюзовую полосочку дать в небо. Такое бывает на горизонте часто. Так. Левая часть березки потеплее можно сделать. Какие-то деревья на дальнем плане тоже можно зажечь. Но вот этот свет дальнего плана должен проигрывать переднему. Быть потемнее и не таким ярким. Если это одинаковые два сорта дерева, разумеется, если бы там что-то было яркое, какой-нибудь клен, какой-нибудь осенний, он бы был ярким. Но вот если равноценные краски, они должны, ну это я уже вначале говорил, воздух съедать эти краски. Голубенького можно добавлять. Чуть-чуть. Спокойнее. Вот там можно какое-то цветущее посадить деревце. Закрыть этот дом. Недоделанную, недоделанную крышу. Так, вот здесь подчеркнуть, повторить. Вот такой белый, белесый красочкой, не теплый, потому что расстояние может дать глубизну. То есть не нужно теплым слишком делать этот кулер. Так, можно какое-нибудь цветное пятнышко дать. Да, кстати, вот здесь во дворе может какое-нибудь белье висеть, я не знаю. Так, вот здесь вот, 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 вот здесь 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 вот Продолжение следует... Умбра стала уже, спокойно можно рисовать по ней подкладка темная. Вот можно контрастик добавить в эту часть. Продолжение следует... Каких-нибудь веточек... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас я немножко отдохну, перекушу. Обед за вот этих полчасика, часик немножко подсохнет, будет то, что нужно. Итак, продолжаем. Так, здесь нужно... Посмотрел со стороны немножко, просится больше выделить белой сиренью участок, разделить вот эти два. Более внятки. Вот так белилась зеленцой с небольшой. С желтыми оттенками тоже можно. Ну и зелени, конечно, добавить можно. Продолжение следует... Продолжение следует... Как. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такое что-то прохладное или нейтральное убра с голубыми оттенками, с фиолетовыми... Так, можно чуть-чуть уточнить курочек... Продолжение следует... 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 сейчас можно по детали какие-то делать также густой краской вот этим лайнером чем хорош он не может жестко ударить густой краской и поэтому рвется нам нужна такая рваная укладка так вот английской красный можно чуть-чуть я забыл про нее какие-то звуки дать так вот вот а как Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Новенькая кисточка плоская собирается в такую лопаточку жесткую, с жестким уголком. Ей можно этим уголочком намек на листья сделать. Очень так правдоподобно вот эта уголочка рисует листву. Вот так держим и какие-то следы оставляем. Вот так уголочком какие-то ветки можно наметить. Продолжение следует... Рука у меня как бы напряжена. Вот так держится кисть крепко и немножко так трясешь ее, кисть, точнее пальцы вот эти, и кисть оставляет такие треугольные следы. Достаточно хаотично... Ну не то что хаотично, нам нужно ветки рисовать, как бы характер веток передавать. Давайте. Здравствуйте!! Ох! Ох! Продолжение следует... 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 В деревне там много палок всяких, можно их порисовать, их там всегда много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, уже хочется подписаться, просто не столько из-за подписи, это обычно я в конце делаю, но столько из-за красного цвета, где много зеленого, я часто подписываюсь красным, он для равновесия уже нужен, то, чтобы он потом не разрушило количество красных оттенков, нужно ввести уже на этом этапе, наверное. Так, под это я выбрал немножко краску, чтобы не мешало, чуть-чуть растушевал. Подпись контрастная, хорошо смотрится на разбавленном, то есть на размытом фоне, под размытым. Так, вот берем что-нибудь красненькое, наверное, камень красный, светлый. Подпись обычно на лаке делается, в смысле я обычно делаю на лаке. Так, вот, отмываю кисточку, такую небольшую, беру капельку лака. Лак он густой, вязкий и можно выпукло писать на нем. То есть подпись может быть даже не слегка выпуклой, добиться этого. Плюс лак немножко заплывает, и подпись такая получается, точнее шрифт букв, получается слегка заплывшим. Ну, то есть у кого подпись короткая, совет, у кого фамилия короткая, делайте, как вот и у меня. Пять букв, все же, расстояние между буквами, и можно прям вот такую подпись сделать, солидную. Да, вот легкая тень должна быть. В оригинале ее почему-то нет, точнее не чувствуется, под конечком будет тень. Я думаю, что тут не хватает. Не знаю почему, но в оригинале нет этой тени. Еще раз повторюсь, не выдвигайте, а вот это окошко влево. Вот оно, оно должно быть, его серединка где-то вот здесь. То есть продолжение вот этой линии, вот она идет вот в эту точку, и отсюда отвес, вот это и есть серединка. Чистейшая ошибка при рисовании домиков, смещение. Окошко, как бы центр считается вот отсюда. Ученик считает, и отсюда центр делает. А центр, вот он, центр фронтона вот этого. Так, там же столбов много, всякие электрические, телеграфные. Так, можно наметить, не обязательно выписывать там что-то. Вот чуть-чуть теней можно добавить, а то оно плосковатое, дерево. Вот. Она construía desenка, и首先. Эта самая задача, которая пытается найти, Так, у заборов там всякое, если тут не выкошено, травка, кустики, цветочки, всякие там прутики. В деревнях заборов там зарастает часто все, что можно немножко пройтись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот тут зажечь можно немножко. Вот это дерево на него светом много падает. Можно маленькой кисточкой просто взбивать. Тут краски много. Вот тут зажечься. Вот тут зажечься. Так, торцы вот этих палок можно показать верхушке. Они чуть светлее будут. И естественно на разных уровнях, поскольку мы пишем Россию, русскую деревню, не Германию. В Германии все бы ровненько было и неживописно. А, эти палки забор держат. Точно. Там их нет, а мы их... А, поставили. Чуть-чуть можно ужесточить тени. Чем больше тональная разница до разумного предела, тем сильнее иллюзия освещения. Чуть-чуть можно ужесточения. Вот еще раз взбиваю. Вот такой вот кисточкой. Не знаю, как вам показать. Вот она, чудо-кисточка китайская. Стоит рублей двести пучок. По-моему, у них палочка даже бамбуковая, а не деревянная. Чем хороша? Своей именно растрепанностью вот этой вот. Она очень живописно пишет. В данном случае она взбивает краску живописно, мохнатенько. То есть пространство начинает вибрировать, вибрировать, как в природе. И вот если вы заметили, такими хорошими кистями вот здесь ничего не писал. Ну, может быть, начинал более-менее художественной кистью. Все остальное или строительная кисть, или вот такие вот какие-то растрепанные кисти. То есть если писать хорошими кистями, будет такой мазок совершенный. Четкий, ровный, с ровными краями. Им будет трудно работать. Во-первых, не будет атмосферы, и достаточно трудно. Это нужно будет очень аккуратно прокладывать всю эту краску. А вот такая легкая мохнатость, она избавляет нас от излишней детализации. И, собственно, дает какой-то воздух, атмосферу. Абсолютно пустой кистью отжимать нужно постоянно. Взбивать, взбивать, взбивать. Естественно, должно что-то чувствоваться, не просто взбить все в пыль какую-то. Должен чувствоваться характер травы какой-то, кустов. Вот она пишет несовершенно, корявенько. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует... Вот такими мелкими мазочками можно повзбивать для атмосферности. Продолжение следует... Тут еще что хорошо в этой кисти... Мы писали густой краской, она почти ничем не разбавлялась. Эта кисть оставляет бороздки в краске. Под разными углами они очень по-разному отражают свет, бликует в этих бороздках свет, и при разном угле обзора все это выглядит очень как-то живенько, что ли. То есть щетинка оставляет очень хорошее впечатление после себя. Вот еще по сереньке пройдемся. Опять же вот этой кисточкой с пяти волосинками, шерстинками. Вот так. 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 Аплодисменты. Так, опять я вынужден закрывать камеру головой из-за бликов. Из-за того, что я не вижу левой части. Работаю. 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 Вот захотелось еще немножко зажечь. Горизонт. И вот эту бирюзовую полосочку. Чуть более определенно показать, более внятно. Бирюзовую полосочку. Бирюзовую полосочку. Бирюзовую полосочку. Бирюзовую полосочку. Немножко посадить. Нужно дальний план, он слишком размыт. Чуть-чуть можно теней добавить. Бирюзовую полосочку. Так, вот каких-то желтеньких цветов. Не знаю, растут ли они в это время в мае, в начале июня. Ну, возможно, что-то и растет. В любом случае, мы имеем полное право что-то выдумать. Я просто листаю свой альбом с деревенской темой. Тут вот какие-то и желтые цветочки, и беленькие цветочки. Просто из головы трудно все достать. А тут, видишь, подсказка какая-нибудь. Вот светленький цветок можно написать. Желтых. То есть это так называемая компиляция составления из разных картин, картинок, фоторабот, абсолютно нового, самостоятельного произведения. В данном случае изобразительного искусства. Вот любой кустик будет... То есть не нужно забывать о тени. Тень отбрасывать на забор в данном случае. То есть всегда нужно связывать любой предмет. напомнить о тени и о рефлексах. Так. 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 Продолжение следует... 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 за краску, за кисть. Теперь набираем краски. Для лессировок нам нужны прозрачные краски. Второй сеанс обычно делается на цинковых беливах, если у нас дойдет до них дело. Индийская желтая очень хорошая краска для лессировок. Попробую на камеру показать, если возьмет. На обозначении красок есть такие квадратики, по крайней мере, на российских брендах. Или полупрозрачный, или прозрачный квадратик, не закрашенный нужен. Темный закрашенный квадратик – это густая, точнее, плотная краска, которая для лессировок не годится. Лессировки будут грязные в таком случае. А вот эти прозрачные, они кладутся очень тонкими слоями, очень прозрачными. Так, вот индийская у нас лессировочная. Травяная зеленая тоже лессировочная, очень прозрачная. Так, что еще? Краплак лессировочная краска. Голубая FC также лессировочная. Так, вот марс-оранжевая лессировочная. Изумрудная. Да, естественно, смесь между собой краплака и FC фиолетовый колер, он также будет лессировочным. То же самое – краплак и один к одному с травяной коричневый колер. Он также будет лессировочный, прозрачный. Так, теперь берем кисть. Кисти нам нужны средней жесткости. Не щетина, а такая жесткая синтетика или колоночек подойдет, чтобы удобнее было мешать краску, чтобы она справлялась. И в том числе прокладывала слои без следов, без царапинок. Мягко разносилась. Будем работать. Я буду работать сегодня на White Spirit. И примерно здесь 5% у меня лака добавлено, около 5%. Так, отмываем тщательно кисти, от белил в первую очередь. Лессировка – это обычно действие на утемнение, на придание большей глубины работе. Вот. Ну, за исключением, когда что-то светлое, например, туманы какие-то делаются цинковыми белилами. Так, добавлю все-таки еще, на всякий случай, немножко лака для прочности. Итак, работа на утемление, на работу, на придание большей глубины участкам картины. Получается, так как накладываются более-менее темные краски на участке. Вот одна из основных красок лессировочных, это у нас индийская желтая, она придает, сразу объединяет теплом участки. У лессировки, вот смотрите, есть такое свойство, особенно когда приличное количество лака нужно нанести и чистой тряпочкой, нанести на участок, и чистой тряпкой снять с тех мест, где она не нужна. Например, с бликующих каких-то поверхностей. То есть у вас еще несколько, там, буквально минут, чтобы ее немножко отмыть. Потом лак схватывает работу, и это уже сделать будет труднее, приходится смывать. Что нужно сейчас делать? Смотрите, какая задача. Я теплыми красками выделяю, немножко слегка затемняю, и выделяю световые места, туда, где падает солнце, и немножко, возможно, затемню какой-нибудь изумрудными или какими-то красками теневые места. Тем самым разделю их температурно, то есть покажу теплую теплоту солнца и холод рефлексов неба. Так, разбавляем. На палитре видно, должно быть очень-очень жидко. Вот я на светлом участке провожу. Вот буквально нам нужна вот такая вот едва заметная пленочка с оттенком. Попробуем на курицах. Нет, на курицах, наверное, это очень яркий. Попробую чуть позже охрой. Вот смотрите, вот я затемнил. Крупный план, наверное, показывает это. Затемнил и стираю чуть-чуть, вот быстренько вытираю световые, чтобы не так сильно было, чтобы не очень сильно утемнился участок. Вот здесь где-то. Вот хорошо краска английская кладет. Английская, я говорю, индийская желтая на дерево. Дерево. Лиссировочные краски снимают излишнюю насыщенность. Кстати, если писать с учетом будущей лиссировки, можно писать более ярко и более светло, в расчете на то, что лиссировка погасит всю излишнюю яркость. Отдельные кисти, лучше отдельными кистями можно пройтись холодными какими-то оттенками. Пробую изумрудку травяную. Так, вот белило, начали выходить. Лиссировка это очень быстро. Обычно около получаса на работу уходит, если там в работе нет дорисовок. У меня будут дорисовки по курочкам немножко. Так, изумрудка очень ядовитая для этого места. Да, достаточно здесь травяной, наверное, с капелькой изумрудки. Вот она зажигает листья, придает большую сочность краскам. Вот теневую часть березки тоже можно немного разделить. Вот так вот окрасить эти. Окрасить дальний план. Можно даже слабеньким-слабеньким голубым оттеночком пройтись по дальнему плану. По теневым местам. Так. Так. Вот курочку эту успокоить. Вот, можно видеть забор, прям зелененьким таким. Вот, кстати, можно смешать травяную и индейскую, получится такой не очень холодный цвет, и объединить участки забора. Эти краски достаточно светостойкие. Особенно индийская, марс оранжевая, и вот эти тонкие краски, они будут стойкими и не выцветут с годами. Так, вот по этому участку забора можно... Да, не забывайте, отдельными кистями лучше работать. Кстати, выгоднее писать на чем-то белом. И когда ты лессируешь, можно взять кофельную плитку беленькую для этих целей и на ней работать на белом. Ты тогда будешь точно видеть и тон, и тональность, и прозрачность, и температурный оттенок вот этой вот пленочки нашей, которую мы окрашиваем. Так, вот утепляем рейки. Где-то больше зеленого оттенка можно давать. Перебор. А кадмии, они как бы глухие достаточно. Кобальт и кадмии, например, желтый кадмии. Сейчас я его возьму. При должной растяжке все же тоже лессировочный эффект имеет. Не такой чистый, не такой акварельный, но тоже можно прямо и охрами тоже лессирует. Я вот куриц сейчас буду на охрах дорабатывать. Поехали. Так, все же попробую ударить по облакам немножко, индийской. И быстренько вытереть. Да, бирюзовая у нас, по крайней мере, краска ладок, она тоже лисировочная, ей тоже можно поработать. Ох, схватывает. Очень аккуратно, краска очень тонкая должна быть, иначе придется вытирать. Вот уже этот первый слой, уже абсолютно такой вот цеплючий стол, цепляет краски. Вот я добрал еще немножко красок, кадмия у нас. Вот этот квадратик, который закрашен, это значит, что краска не прозрачная. То есть все кадмии обычно, и кобальты, они не очень прозрачные. Красок на лисировку нужно совсем немного. Ну да. Ну да. Ну да. Так вот, вот такой вот одна. Почему? Ну да. Ну да. Ну да. Проверим, что-то не сп Bagнал оке. А то, что-то, что-то с болезнешь. Ледова. Ну да. Проверим, что-то не сп. Вот можно такой зеленовато-салатовый оттеночек раскидать. Вот так прозрачной краской можно по трубе немножко зажечь ее чуть-чуть. Кстати, лессировка, что еще одна из свойств таких хороших, она быстроту снимает картинка. Так она не очень пестрая. Я посмотрел видео, первую часть, очень пестрит. На самом деле это не совсем так, она более сдержанная. Но я к тому, что и какую-то пестость излишней лессировки очень хорошо маскирует. То есть это еще одно положительное свойство работы вторым сеансом. Вот можно более таких внятных оттенков, температурных различий. У нас, конечно, вот сейчас я увожу работу в более вечернее состояние. Это неплохо. Так, вот я попробую даже охрочкой пройтись, желтой охрой по курицам. Охра не очень яркая, но такая теплая, золотистая. Так, чуть-чуть. Вот она кроющая, поэтому ей нужно чуть-чуть, слишком уже влияние большое. В качестве белил желательно только цинковые, поскольку они мягкие. Мягкие и полупрозрачные. Титановые белила очень жесткие, в качестве второго сеанса они... Если только кардинально что-то переделывать, можно взять титан. Да, вот хорошо ложится. Смесь хорошая индийская с белилами. Поехали. Продолжение следует... вот сейчас очень удобно порисовать листву краски сухие ничего не смешивается можно очень жестко даже на тех же цинковых белилах работать с мелочевкой с деталями абсолютно не загрязняется цвет коричневым каким-то марсом или еще чем-то можно снять напряжение зеленого утеплить его немножко т.к. м Можно и землю немножко объединить той же индийской. Можно на белилах что-нибудь высветлить участочки, например, розовым каким-нибудь. Также очень прозрачно. Продолжение следует... Что еще хорошо в работе с вторым сеансом, за эти выпуклые краски первого сеанса новая краска цепляется очень случайно. Поэтому возникает мелочевка всякая, мелкие пиксели, мелкие листики, обрывочки. То есть их легче прокладывать, чем обычной кистью в первый сеанс. Тут они само собой возникают, такая очень сложная текстура. Желтый он не сразу тонет вторым сеансом, как в первом. И цветы яркие получаются. На первом сеансе краска моментально смешивается с незлежащей. Так, вот какие-то теплые удары по дальнему плану. Вот можно зажечь столбы. Более контрастно сделать кое-что детали. Дordre? Еще один. Еще один. Еще один. Еще один. Эрбомы участвуют. С classic идет о 3-ой в��. Еще один. Эрбомы участвуют все за песочком. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так можно даже за эти колючки поштриховать по выпуклым местам, будет оставлять светлую краску, например, зажечь край вот этого куста светлым. Вот она скидывается по верхушечкам без смешения с предыдущими слоями, поэтому это очень удобно. Можно немножко оттенками по доскам пройтись. Субтитры сделал DimaTorzok Местами можно усилить контрасты. Берем синий с коричневым, делаем черный. Синий коричневый или изумрудку с коричневым. На ближнем плане можно чуть-чуть увеличить тональную разницу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Модел DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот можно последний раз пройтись каких-нибудь светлых блестящих точечек поднаставить бллякующие травки Продолжаем. 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 Продолжаем.